Вспомните, когда вы последний раз баловали близких домашними пельменями? Скажете, слишком много работы? Напрасно вы так думаете! С нашими чудо-помощниками это можно сделать в мгновение ока. Предлагаем вам набор приспособлений для резки теста и фигурной резки овощей из высококачественной нержавеющей стали. Тесто резко максимально ускоряет приготовление пельменей, вареников, мантов. Раскатываем тесто в пласт и одним движением руки вырезаем формой нужного диаметра. Осталось только разложить начинку. Залепить сочни и любимое с детства лакомство готово! В комплект входит и оригинальное кухонное приспособление, предназначенное для фигурной резки овощей, которое используется вот уже 30 лет. Оно незаменимо, если вы решили нафаршировать картошку, цукини или яблоки, которые так любят дети. Звоните прямо сейчас! Эти кухонные помощники облегчат вашу работу и сэкономят время. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рада приветствовать вас на нашем канале в нашей уютной кухне. Должна вам признаться, я не самая лучшая хозяйка. К сожалению, я почти совсем не умею готовить, кроме самых элементарных блюд. Хотя, конечно, всегда хочется порадовать свою семью, своих друзей пельменями, мантами, варениками. Но я не умею этого делать, и мне все время кажется, что надо потратить так много труда. Но моя коллега Алюна обещала мне устроить сегодня мастер-класс и доказать, что все на самом деле совсем не так сложно. Привет, Вика! Я рада, что ты сегодня решила меня поддержать в этом, кстати, очень легком деле. И мы сегодня для наших телезрителей продемонстрируем вот такие нарезки для теста. Посмотрите, Вика, для тебя это тоже, наверное, будет интересно. С помощью этой нарезки мы можем быстро приготовить и нарезать пельмени большое количество. Это нарезка для вареников, которая можно приготовить с различной начинкой. Это тоже мы сегодня вам покажем. Ну и, конечно же, знаменитое блюдо манты. Я не знаю, ела ты когда-то? Никогда, скажу тебе честно. Ну, я думаю, что тебе это будет... С варениками и пельменями, конечно, знакомо, а манты это... Я думаю, тебе это будет интересно. Посмотри, вот эти приборы, их можно только купить на нашем, эксклюзивно только на нашем... Только у нас. Только у нас. Экспресс-шоп. Они изготовлены из высококачественной нерзавеющей стали. О, это важно. То есть, конечно, и в уходе за ними тоже у нас не будет проблем. Мы не будем потом оттирать ржавчину. Это не однодневный предмет обехода. Абсолютно верно. И хочу немного сказать про нержавеющую сталь, что она, конечно же, пищевая. То есть, она... Исключительно для продуктов питания. Для продуктов питания, то есть... Это важные аллергики. Конечно. Нет никаких проблем у них. Действительно. Ну и давай сразу же перейдем к делу. Давай. Давай. Ты сказала, что у тебя нет абсолютно никакого опыта в приготовлении. Но я надеюсь, что, наверное, ты видела, как это делает твоя бабушка. Да, да. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Какие-то традиции у тебя все-таки остались. Ну, такие. У меня остались какие-то детские воспоминания, скажем так. Я даже принесла с собой чашку, которую делала пельмени еще моя бабушка. Так. И привычным способом, скажу честно, никогда не тренируйся сразу, что в детстве. Привычным способом, силой. Вот, силой, с усилием. Потом пытаемся это тесто... Я думаю, что тебе потребуется много времени для того, чтобы нарезать большое количество кружечков. Давай посчитаем, сколько ты сделала. Ты сделала два, а я... Посмотрите. Я боюсь, что с тобой на перегонки сегодня бесполезно. Потом они у меня еще и прилипают. Проблема в этом. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать. Двенадцать в то время... Ладно, в четыре раза больше. В то время, как Вика сделала только один раз. При этом с усилием. А вы видели, как легко, просто играючи я сделала огромное количество надрезов. И сейчас мы можем уже начать приготовлять наши пельмени. Сейчас я попробую тоже. Это, конечно, безусловно быстрее, чем получается у меня. Ну и скажи, что при этом ты получаешь море удовольствия. Ну, мало того, что море удовольствия, а потом это такая экономия времени. И они получаются все одинаковые. Вот. Я только хотела об этом сказать. Что когда ты делаешь вот таким традиционным способом, у тебя не получается пельмени. А это вот настоящие... Защит домашние. Ты знаешь, сибирские пельмешки, все такие одинаковые, маленькие, да? И можно сказать так, в четыре руки мы можем с тобой налепить пельмени на всю нашу съемочную группу. Которая, я уверена уже... Уверена рада. Будет рада в конце передачи опробовать все эти вкусные... Пельмешки. Пельмешки. Ну, и это не все, что мы сегодня хотим показать вам. Конечно же, вы можете сказать, дорогие телезрители, что пельмени сейчас можно купить в каждом русском магазине. Ой, это не то. Это не то. Это совершенно не то. Потому что, во-первых, это доставляет море удовольствия. Когда к вам приходит компания, вы можете предложить. Давайте вместе встанем на кухне, слепим пельмени. Это доставляет удовольствие, да? Вы общаетесь и в то же время что-то делаете. При этом... И потом, конечно, вкусовые качества. Конечно, вкусовые качества. Мясо, вы знаете, из чего все это сделано. Не надо брать фарш. То есть, возьмите свежий кусочек мяса, приготовьте вкусные пельмени. Кто-то любит более мелкое мясо, кто-то более крупнее. Я знаю, что моя подруга, она всегда готовит пельмени сама, ссылаясь на то, что, в принципе, фарш не так вкусен, что вкусно взять хороший кусочек свинины, прокрутить его через мясорубку. Причем она любит накрупную мясорубку от того, чтобы, знаешь, когда кушаешь вот эту сочность мяса, лука... Конечно, ой, не говори так, то у меня прямо слюнки уже. Ну, как вы видите... Слушай, ну, многие любят эти пельмешки покрупнее. Да, любят покрупнее. Посмотрите, мы показали вам нарезку небольшую, маленькую. Да, у нас есть и большая, то есть ее можно использовать как для вареников. В принципе, если вы любите большие пельмени, то она тоже подойдет. Ну, и сейчас я покажу, как делаются вареники. Вика, посмотри. Ну-ка. Ммм, какие получаются красивые, большие, да? Это, конечно, 21 век, и никаких трудозатрат уже даже и на кухне, и слава богу, потому что, конечно, так можно провести не один вечер лепить вареники. Я хочу попробовать тоже. Давай, попробую, попробую. Можно поменяемся местами. Знаешь, почему? Потому что, ну, вы видели, мы пельмени делали с мясом, а вареники, их, конечно же, тоже можно сделать с мясом, с картошкой. Но мы сделаем сладенькие блюда, которые понравятся и вашим детям. Вот, я приготовила уже заранее творог, творог вместе с изюмом, это очень вкусно. Можно взять, кстати, итальянский творог рикотто, он более мягкий. А можно я сделаю с вишней? Я обожаю с вишней, если честно. А ты сделай вишни. Да, пожалуйста. И вот мы готовим такие красивые домашние вареники. А представьте, придет время лета. Пару вишеных прямо внутрь и запаковываю. И запаковываю. Посмотри, такой хороший украинский получился вареник. Вспомните, когда вы последний раз баловали близких домашними пельменями. Скажете, слишком много работы? Напрасно вы так думаете. С нашими чудо-помощниками это можно сделать в мгновение ока. Предлагаем вам набор приспособлений для резки теста и фигурной резки овощей из высококачественной нержавеющей стали. Тесто резко максимально ускоряет приготовление пельменей, вареников, мантов. Раскатываем тесто в пласт и одним движением руки вырезаем формой нужного диаметра. Осталось только разложить начинку, залепить сочни и любимое с детства лакомство готово. В комплект входит и оригинальное кухонное приспособление, предназначенное для фигурной резки овощей, которое используется вот уже 30 лет. Оно незаменимо, если вы решили нафаршировать картошку, цукини или яблоки, которые так любят дети. Звоните прямо сейчас. Эти кухонные помощники облегчат вашу работу и сэкономят время. Сейчас я еще приготовлю, приготовлю немножко вот с ягодой. Летом особенно вкусно, когда появляется первая ягода, приготовить вот такие вкусные вареники. А представь, Вика, еще добавить к ним сметану, когда их сваришь, это просто вкуснятина. А знаешь, когда я была маленькая, мы играли в такую игру, когда мама делала вареники, допустим, с творогом. Все вареники были с творогом, и один вареник был обязательно... С чем-нибудь еще, ой, я знаю, знаю, это мне тоже знакомо. Когда я гостила на Украине, мне тоже как-то попался в вареники какой-то инородный предмет. Я сначала подумала, что это была ошибка, а потом оказывается, что можно загадывать желание. Это правильно. Ну и, конечно же, каждая хозяйка, она имеет какие-то свои секреты в приготовлении вареников, мантов и пельменей. То есть, в принципе, сколько хозяек, столько и рецептов. Но самое главное, конечно же, это вот эти уникальные инструменты, с помощью которых вы можете буквально за считанные секунды приготовить огромное, просто огромное количество материала для приготовления пельменей, вареников или блюдо, которое ты еще не пробовала. Я еще не пробовала. Скажу честно, не знаю, что это такое. Слышала не раз, манты все говорят, что очень вкусно, но как-то, к сожалению, мне пока еще не приходилось ни разу в жизни их попробовать. Я хочу вернуться к началу передачи. Ты показала стакан, то есть это такой традиционный способ. А ты знаешь, какую форму имеют манты? Ну, приблизительно выглядят как пельмени. Ты думаешь, круглая? Нет. Форма совсем не круглая, это прямоугольная, то есть прямоугольного или квадратного стакана нет. Сиди с ножом, все это ковыряй, себя вырезай. Конечно. Если честно, я на это не согласна. Ну и при этом форма будет не одинаковая, то есть это просто надо быть мастером. Я вот вам быстро покажу, как это работает. Очень легко, да? Немножечко надавливаете и посмотрите, получаются вот такие одинаковые полоски. Кстати, Вика, ты, наверное, тоже не знаешь, что манты, настоящие манты, они готовятся не с фарша, а с кусочков мяса. Посмотри. Я была уверена, что внутри все-таки фарш. Нет, не фарш, а кусочки мяса. Вы можете взять свинину, говядину, вы можете даже взять индюшку, то есть, как говорится, пределам творчества нет границ. Посмотрите, вы берете мяско, я уже его приготовила, вот, выкладываете. Мне интересно, как ты это будешь сейчас все заворачивать. Вот, посмотри, это тоже очень интересно. Есть технологии, посмотри, то есть ты соединяешь между собой концы, противоположные с одной стороны, с другой стороны. Так, посмотри, вот получается вот такая красивая форма. Конверт такой симпатичный. Да, конвертики такие получаются. Так, конечно, каждая хозяйка делает как на свой вкус. И посмотри дальше, мы вот так заворачиваем, как мы раньше это делали на пельменях. Поэтому они выглядят, в конце концов, немножко напоминают мне все-таки пельмени. Напоминают пельмени, смотри, а здесь вот мы так красиво сделаем вот такой хвостик. Хвостик, давай я тоже попробую сделать с хвостиком что-нибудь. Посмотрите, как красиво, да? То есть, вот берешь кусочек теста. Беру кусочек теста и кусочек мяса. Приготовленное наше мясо, нарезанное кусочками. Не забывайте о том, что это нержавеющая сталь, которая очень долго прослужит вам в хозяйстве. Ну как, у тебя уже получается? Ну вроде, я так надеюсь, что заслужу твою похвалу, скажем так. Я смотрю, у тебя неплохо получается, ты быстро учишься. А знаешь, почему? Потому что с такими приборами легко готовить. Если бы мне приходилось заниматься художественной вырезкой по тесту, то, если честно, вряд ли бы у меня хватило терпения. Ну я думаю, что это превращается даже в удовольствие, правда, приготовление? Да, да, да. Ну я думаю, что в следующий раз, когда ты придешь ко мне в гости, мы с тобой соберемся на кухне и вместе так в четыре руки наделаем такое разнообразие продуктов, как вареники, да, на сладкое можем сделать, сделаем пельмени, сделаем манты, ну и порадуем наших друзей. Пригласим большую компанию и удивим их кухонными аксессуарами, которые, в общем-то, я думаю, должны быть у каждой хозяйки. Ну конечно, если честно, Алена меня абсолютно убедила, потому что, вы знаете, конечно, вот так вот сидите целыми днями что-то вырезать и пытаться где-то как-то уставать и думать, господи, когда закончится это тесто, чтобы наконец уже нарезать все эти кружочки, квадратики, полоски и так далее. Ну, не знаю, как у вас, у меня бы терпения точно не хватило, потому что помимо кухни есть масса других дел. А с нашими нержавеющими приборами для кухни это все, правда, превращается в детскую игру. Ты свою дочку уже научила лепить пельмени? Ну, она, кстати, приобщаешь, скажем так. Конечно, приобщаю, ей это очень нравится, доставляет массу удовольствия. И обратите внимание, вот мы как бы лепим, лепим играючи, да? Вспомните, когда вы последний раз баловали близких домашними пельменями. Скажете, слишком много работы? Напрасно вы так думаете! С нашими чудо-помощниками это можно сделать в мгновение ока. Предлагаем вам набор приспособлений для резки теста и фигурной резки овощей из высококачественной нержавеющей стали. Тесто-резка максимально ускоряет приготовление пельменей, вареников, мантов. Раскатываем тесто в пласт и одним движением руки вырезаем формой нужного диаметра. Осталось только разложить начинку, залепить сочни и любимое с детства лакомство готово. В комплект входит и оригинальное кухонное приспособление, предназначенное для фигурной резки овощей, которое используется вот уже 30 лет. Оно незаменимо, если вы решили нафаршировать картошку, цукини или яблоки, которые так любят дети. Звоните прямо сейчас! Эти кухонные помощники облегчат вашу работу и сэкономят время. Сегодня наш магазин «Экспресс-шоп» приготовил для вас маленький сюрприз. Вы получаете набор, состоящий из трех инструментов для приготовления пельменей, для приготовления вареников и для приготовления мантов из нержавеющей стали, а также в подарок... Да, вот что это такое, прости меня. Посмотрите, вы получаете спираль для нарезки овощей. Это очень интересная штука, хотя тоже и для фрукты. Как это работает, я сейчас тебе покажу. Смотри, я уже заранее приготовила картофель, можно цукини использовать. Мы можем приготовить не только вкусные пельмени, манты, вареньки, но мы можем также подготовить фаршированные овощи и фрукты. Это я, кстати, очень люблю. Фаршированные фрукты, те, кто постоянно сидит на дете, меня поймут. Никакого теста, просто в яблоко закинул орехи, немножко меда, да, или, собственно говоря, там тоже предела фантазии нет, и никакого теста. Но вот это выковыривание из яблоко-сердцевины, это тоже муторно. Ты вставляешь спираль вовнутрь и просто начинаешь ее проворачивать. Таким образом ты освобождаешь яблоко-сердцевину от той внутренности, которая там содержится внутри. Вынимаешь, во-первых... Такой симпатичной стружкой. Да, стружка появляется, да, посмотрите. Гнездо. Гнездо, яблоко вот освободилось, внутри у нас ничего нету. И такие ровные края, прям, правда... Конечно, ножом... Шаблон. Ножом ты так не сможешь. Это однозначно. При этом вы можете, в общем-то, начинять чем хотите, можете взять, добавить туда грецкие орехи. Да. Это тоже очень вкусно. Да, любые орехи, миндаль. Да, 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 да. Вот с кокосом. С кокосовой стружкой. То есть начинка, начинка может быть разнообразной. И буквально вот такое яблоко ставите где-то на 10-15 минут в духовку. Смотрите, во-первых, выглядит красиво, да, можно сказать. Яблоко секретом, то есть никто не знает, что же там внутри. Это понравится не только взрослым, но и, конечно же, детям. Посмотри, берем цукини, тоже очень легко это действует. Просто вот так мы начинаем проворачивать. Спираль проворачивается. Так, и вынимаем, тянем на себя. Просто тянешь спираль на себя, и у тебя так же само получается здесь отверстие, которое можно заполнить фаршем. Чем угодно. Я предлагаю с фаршем, как ты считаешь. Давай, сделаем с фаршем. Ну, то же самое можно проделать и с картошкой. Я уже заранее сделала такое отверстие, и помимо этого, посмотрите, в картошке получается вот такая интересная стружка. Да, вот это красиво, но было бы жалко ее выбрасывать, если честно. А ее и не надо выбрасывать. Вы можете ее обжарить в кипящем масле, и у вас получится вот такое отлично. А, картошка фри, но другой формы. Я думаю, что ваши дети будут довольны, ну, и это может быть как украшение для вашего стола, для каких-то салатов. Класс, столько идей и всего лишь с этими четырьмя предметами. Да. Это, конечно, такой хороший довесок для нашего набора. Посмотри, симпатичный. Очень красиво, аппетитно. Очень эстетично выглядит. Это можно положить в духовку, немного тертый сыр, и у нас будет разнообразие продуктов на нашем столе. Посмотрите, вы можете картошку фаршировать тоже фаршем, и не только фаршем, вы можете взять творожную массу. В общем-то, нет предела полета фантазии. Это действительно так. И, конечно же, для этого вам понадобится всего лишь несколько, несколько кухонных аксессуаров, которые мы, в общем-то, сегодня вам и представляем. Да. Я убедилась на собственном примере. Из меня, в общем-то, не самая лучшая хозяйка, но даже с моими небольшими талантами пару пельменей я смогла приготовить. Я думаю, что они будут так же вкусны, как у настоящей хозяйки. Очень бы хотелось, очень бы хотелось. Оставайтесь, друзья, всегда здоровыми, жизнерадостными, как мы с Виками и сытыми. До новых встреч, до свидания.